Привет, друзья! Фёдор Бондарчук – российский кинорежиссёр, популярный клипмейкер, актёр, продюсер, известный по таким работам, как «Девятая рота», «Притяжение», «Лёд» и «Сталинград». Представитель режиссёрско-актерской династии, который сумел ещё в молодости выйти из тени прославленного отца. По словам Фёдора, вся его жизнь связана с кино. Сегодня он не только снимает, продюсирует и играет сам, но и готовит новое поколение кинематографистов. Но перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живёт Фёдор Бондарчук и сколько он зарабатывает. Будущий знаменитый киноактер и режиссёр родился 9 мая 1967 года в Москве, в третьем браке Сергея Бондарчука с артисткой Ириной Скопцевой. Из-за постоянных съёмок родители редко бывали дома, поэтому рос Фёдор под присмотром бабушки по линии матери Юлии Николаевны. Мальчик занимался музыкой, вокалом, увлекался фантастикой и очень хорошо рисовал. Посещая вместе со спецшколой с английским уклоном номер 31 ещё и художественную, правда успеваемость и поведение оставляли желать лучшего. Он прогуливал уроки, курил, выпивал и, подружившись с сыном Никиты Михалкова Степаном, известным дебоширом, не раз становился героем громких историй. По окончании школы в 1985 году Фёдор не определился с выбором профессии. Мама мечтала, чтобы он стал дипломатом, и он подал документы в МГИМО. Однако провалил первый же экзамен по русскому языку, сделав сочинений больше 30 ошибок. Тогда глава семейства велел ему поступать во ВГИК. Буквально через месяц обучения на режиссёрской постановочном факультете Фёдор понял, что с помощью отца нашёл своё истинное призвание. После года обучения в институте ушёл в армию. Отслужив некоторое время в Красноярске, попал в кавалерийский полк, который в своё время создали ради батальных съёмок в картине «Война и мир» его отца Сергея Бондарчука, и располагался в Подмосковье. А после окончания съёмок полк присоединили к Таманской дивизии. В 1987 году возвратился в институт. Тогда же он дебютировал в кино, сыграв цесаревича в экранизации трагедии Пушкина «Борис Годунов». Его папа был режиссёром, сценаристом и исполнителем ключевой роли царя. Мама сыграла хозяйку корчмы, а сестра Алёна – царевну Ксению. На фоне происходивших событий и постепенной потери отцом былого влияния и авторитета, ему приходилось делать всё возможное, чтобы доказать свою самостоятельность и профессиональную состоятельность, опровергая бытующее мнение, что дети гениев обязательно должны быть бездарями. В 1989-м Фёдор сыграл в двухсерийной эпопее «Наставника Сталинград», посвящённой важнейшей битве Великой Отечественной войны. В 1991-м актёр завершил обучение в ВУЗе, но не сдал госэкзамен по истории КПСС и диплома не получил. Документ об окончании ВГИКа ему вручили позже, в 2009-м. Первые серьёзные деньги пошли, когда Фёдор вместе с другом детства Степаном Михалковым решил заняться по тем временам неведомым делом – производством видеороликов, организовав для этого компанию Art Pictures. Пробой пират для начинающего режиссёра видеоклипов стало видео на композицию «До свидания, мама», рок-коллектива «Моральный кодекс». Второй видеоработой стал клип на шлягер Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», где, по словам специалистов, Бондарчук использовал классический приём – игру с пустотой и временем. Его появление считали достаточно значимым для развития отечественной поп-музыки и называли прорывом российского видео. Он завоевал главный приз на московском фестивале Generation 92. Сам автор удостоился премии «Овация 93» – аналог американской Грэмми за достижения в сфере музыкального видео. После успеха этого клипа Фёдор получил массу предложений от популярных российских исполнителей о сотрудничестве, но параллельно он снимался в кино и пробовал себя в полнометражной режиссуре. Так в 1993 вышла в прокат военная драма «Ангелы смерти». В том же году он снял свой дебютный музыкальный фильм «Люблю» – «Бенефис» Людмилы Гурченко. Среди его работ как клипмейкера самым на тот момент откровенным и скандальным был клип на песню эпатажной рэп-исполнительницы Лики Стар «Пусть пройдет дождь» удостоенной на ежегодном фестивале видеороликов поколения 94 награды в номинации «Лучшая художественная и постановочная работа». Около шести лет он активно занимался производством видеоклипов и рекламных роликов, сотрудничая с целой плеядой отечественных знаменитостей. Со временем Фёдор стал отходить от клипмейкерства, всё больше сосредотачиваясь на кино. В 1997 он появился в роли Влада в драме «Кризис среднего возраста». Затем он сыграл роли двух братьев-близнецов Фёдора и Степана в комедийной ленте «8,5 долларов». В 2001 вышла на экраны чёрная комедия «Даунхаус», представившая своеобразную трактовку романа Достоевского «Идиот». Актёр сыграл в ней центральную роль – князя Мышкина. В том же году он был задействован в ведущих ролях в военной картине «Мужская работа» и в трагикомедии «Кино про кино». За роль в последней он впервые был удостоен профессиональной премии Гильдии актёров кино на фестивале «Созвездие». В 2002 вышел в прокат мелодраматичный фильм «В движении», где Бондарчук выступил в качестве исполнителя одной из главных ролей и впервые стал продюсером. Тогда же он занялся новым для него видом деятельности – стал ведущим телешоу «Кресло» на СТС. Спустя год «Кресло» принесло Фёдору Бондарчуку Тэффи как лучшему телеведущему развлекательной передачи. Затем он вёл шоу «Ты супермодель» и «Кино в деталях». Знаковым для Фёдора стало создание в 2005-м военной картины «Девятая рота», ознаменовавшее начало нового этапа его творчества. После выхода она получила разные отзывы – от восторженных до критических, но стала самой кассовой картиной кинопроката того года и удостоилась множества кинопремий, включая «Золотой овен» за лучший режиссёрский дебют. В том же году было выпущено шесть кинофильмов с участием Фёдора Бондарчука. В 2006-м вышел первый фильм производства компании Бондарчука «Артпикчерс» под названием «Жара». Бондарчук выступил как актёр и продюсер. При бюджете в 1 миллион 400 тысяч долларов лента собрала в прокате 16,5 миллионов долларов и стала рекордсменом года по рентабельности. Период 2007-2009 годов фильмография актёра пополнилась двенадцатью кинопроектами, включая работу в качестве режиссёра, продюсера и исполнителя роли прокурора в дилогии «Обитаемый остров» — экранизации одноимённого произведения братьев Стругацких. Мнения критиков относительно картины разделились, но Борис Стругацкий одобрил фильм, назвав самой близкой киноинтерпретацией к первоисточнику. В 2012-м состоялось открытие крупной кинотелевизионной компании «Главкино». Кроме этого, артист вошёл в совет директоров Первого канала и в состав разработчиков проекта «Киносити», призванного решать вопросы строительства и модернизации кинозалов в отдалённых регионах. В 2013-м именитый деятель кино представил очередной грандиозный проект — военную драму «Сталинград». Картина была выдвинута на соискание «Оскара», но в число номинантов не попало. В 2017-м поклонники актёра встречали его очередной фильм «Притяжение», рассказавший увлекательную историю о вторжении инопланетян. Картина имела невероятный успех, сборы от проката перешагнули миллиардный рубеж. Тогда же Бондарчук стал сооснователем новой школы кино и телевидения «Индустрия». В том же году состоялась премьера телефильма «Демон революции», приуроченная к столетию Октябрьского переворота. По словам артиста, это была самая сложная роль из всех им сыгранных. Чтобы достоверно сформировать образ героя, он тщательно изучал собранный по крупицам исторический материал, а затем впервые с большим трудом выходил из роли больше месяца. В 2018-м он снялся в роли Максима в психологическом триллере «Селфи», являясь супродюсером проекта. Тогда же он появился в роли бродяги в музыкальной мелодраме «Лёд» и в комедии «Год культуры». Ещё будучи студентом в ГИКа, Фёдор познакомился со своей будущей женой Светланой Рудской. На момент знакомства девушка ещё училась в школе, роман между молодыми людьми начался спустя год. Отношения завершились совместной жизнью вдали от родителей. Пару приютил у себя на квартире Тигран Кеосаян, студенческий товарищ Фёдора. Позднее молодые расписались. Долгое время пара считалась одной из самых крепких на просторах российского шоу-бизнеса. В 1991 году у пары родился сын Сергей, а в 1999 – дочь Варвара. В марте 2016 года в личной жизни режиссёра произошли изменения. Спустя 25 лет семейной жизни Фёдор и его жена заявили о разводе. Чуть позже светское общество и пресса заговорили о романе именитого режиссёра и молодой актрисы Паулины Андреевой. Слухи не оказались выдумкой. В 2017 году в интервью пара объявила о решении вступить в брак. А 17 сентября 2019 года Фёдор Бондарчук женился на Паулине Андреевой. Для бракосочетания был выбран Московский ЗАГС, куда молодожёнов приехали поздравить только близкие люди. Сама свадьба прошла в Санкт-Петербурге, на малой родине актрисы. В концертной программе торжества главное место было отведено выступлению группы «Моральный кодекс». Сейчас Фёдор Бондарчук продолжает работать в ускоренном темпе, воплощая в жизнь все новые творческие планы. Так, в 2020 году вышел фильм «Вторжение» – это продолжение фантастической драмы «Притяжение». Список продюсерских работ Бондарчука гораздо шире и включает в себя проекты «Дылда», «Повелитель ветра», «Кухня», «Война за отель» и «Лёд-2». В главной роли актёр появится в мелодраме «Филатов». На счету Бондарчука работа в биографической драме «Ленин. Неизбежность». Теперь разберём доходы и имущество Фёдора Бондарчука. Как уже было сказано ранее, актёр является совладельцем комплекса «Глав кино» и киностудии «Глав кино». Но он успешен не только в киноиндустрии. Руководит несколькими масштабными проектами в сфере общепита. Фёдор – совладелец московских ресторанов «Ваниль», «Бестро», а также владелец ресторанов «Папарацци» и «Папарацци Экспресс» суши-бара «Оригами». Совместно с Ольгой Слуцкер Фёдор также открыл круглосуточную кофейню и пекарню «Булка». Теперь тёплый хлеб, который печётся на бездрожжевых технологиях, можно найти в Москве в любое время. Интерьер заведения разработан известными французскими архитекторами. Так, по данным Forbes, только в 2018-м суммарный доход Фёдора от всех его предприятий составил 3 миллиона 100 тысяч долларов. Самая дорогая недвижимость Бондарчука – двухэтажный коттедж в раздорах, то есть коттедж на той самой Рублёвке. Стоимость подобного дома оценивается в 300 миллионов рублей. Раньше он жил там с супругой, теперь же в доме проживает их сын Сергей с супругой и детьми. Общая площадь дома на Рублёвке – 1300 квадратных метров. В доме есть всё для комфортного проживания – 8 спален, 2 кухни, 3 гостиные, бассейн, бильярдные, свой мини-тренажёрный зал. Дом не имеет единого стиля. Из-за того, что дом много раз перестраивался, одна комната может быть выполнена в стиле модерна и светлых тонах, а соседняя обставлена мебелью из тёмного дерева и увешана импортными коврами. Недавно купленные апартаменты в элитном бизнес-центре Москва-Сити в башне Меркурий Фёдор подарил своей новой жене на день рождения. Это трёхкомнатная квартира общей площадью 272 квадратных метра. По подсчётам экспертов, её примерная стоимость – 90 миллионов рублей. Там же есть квартира на Мосфильмовской улице в Москве, но об этой квартире известно довольно мало. Цена подобной квартиры составляет около 90 миллионов рублей, а её площадь – немногим больше ста квадратных метров. По некоторым данным, эту квартиру Фёдор делит со своей предыдущей женой Светланой Бондарчук. Также Бондарчук стал хозяином элитной квартиры в самом центре Москвы, недалеко от Красной площади. Элитное жильё Бондарчука располагается в Брюсовом переулке, в легендарном доме, построенном ещё в 1928 году по плану знаменитого советского архитектора Алексея Щусова. Жильё предназначалось для актёров Московского академического художественного театра. Со временем квартиры облюбовали знаменитые деятели искусств, ведь несмотря на прекрасное расположение в центре города, двор тихий и уютный. За отданные деньги Фёдор получил не только квартиру в элитном доме, в котором проживают многие известные люди, к примеру, Ника Сафронов, но и круглосуточную охрану. Говорят, что несмотря на расположение практически в центре Москвы, двор этого дома очень тихий и уютный. Фёдор Бондарчук любит и дорогие автомобили. В его коллекции имелись Range Rover Sport 2007 года. Позже он купил себе Rolls-Royce Ghost. Стоимость этого автомобиля примерно 20 миллионов рублей. Было у успешного продюсера и роскошное спортивное купе премиум-класса Bentley Continental, конечно же, в лучшей комплектации. Сейчас же Фёдор Бондарчук передвигается на Range Rover Discovery и Mercedes S-класса V222, используемый владельцем для повседневной езды. Если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!